На ТЭЦ-2 саранского городоначальника пригласили жителей дома номер 3А на улице Кооперативной. Люди жалуются на постоянную сырость, но мэр и его подчиненные никакой сырости и плесени не увидели. Вы же говорили сырость, ничего сырости нет. Сырости нету? Да вы что? Покажи камин, как включенный. И днем, и ночью. Практически во всех комнатах хороший ремонт, но это потому, говорят жильцы, что они вынуждены регулярно его делать. Вон трещины пошли, только ремонт сделали, вон опять трещина покрылась. Не очень видно, что трещины прошли у вас и не очень не дошли. Потому что этим, как бы ДВП, во все стены, дранка падает. Но что действительно поразило всех присутствующих, это отсутствие. Не то, что ванны, даже каков бы то ни было душа. А здесь будет моя, здесь будет грудных и всякие газы. Но это плохо, это можно было сделать. Это признается. Люди просят, чтобы их барак снесли, а им предоставили комфортное жилье. Я хочу, чтобы как можно быстрее снесли этот барак. И мои дети, мои внуки жили в нормальных человеческих условиях, где есть элементарно горячая вода, туалет, ванная, кухня, где можно приготовить еду. Чтобы дети не болели. Но для этого, подчеркнул мэр, нужно, чтобы независимая экспертиза признала дом аварийным. А такого заключения нет. Более того, 9 лет назад этот дом капитально ремонтировали. Окончательное решение, что делать с домом 55-го года постройки, будет принято 26 сентября на межведомственной комиссии. Мы сейчас внимательно посмотрим. Тут, конечно, обманчивое впечатление дает крыша, крыша нормальная цель. Но то, что в комнатах и полы провалены, и стены, и эта дранка, еще 55-го года постройки, это однозначно. В то же время Петр Тултаев предупредил жильцов, даже если дом будет признан аварийным, в ближайшее время его не снесут, средств нет. А домов, ожидающих сноса, только на ТЭЦ больше десятка. И в целом по городу около ста. Но не только о грустном говорили с мэром жильцы поселка ТЭЦ-2. Владимир Уланов пригласил Петра Тултаева к себе в гараж. И как вы думаете, зачем? Показать ему свой музей старинных вещей. Военная форма, десяток советских фотоаппаратов и еще больше керосиновых ламп, отреставрированные угольные утюги и проигрыватели. Все эти экспонаты ценитель старины собирал несколько лет. Что-то находил, что-то дарили, а что-то покупал. И пять лет назад открыл в своем гараже музей. Паралку я взял у двоюродной сесты и пошел, поехал. Кто дарит, кто где-то. Даже в школу барабан приготовил в школе, и то нет барабана. А вот у меня лежит он в пакете. Где-то пригласят в музей, я им подарю. Сотрудники Саранской администрации об уникальном музее услышали впервые и сразу пообещали помочь, включив его в городской туристический маршрут. Петр Пултаев уверен, и жителям республики, и гостям чемпионата мира по футболу экспонаты советского прошлого будут очень интересны. Владимир Уланов подарил мэру керосиновую лампу. А тот, в свою очередь, заверил, что в ближайшее время поток экскурсий в музей-гараж будет обеспечен. Здесь планируем строительство на квартирных домах. Сейчас можно. Раньше проблема была и выбросы ТЭЦы. Сейчас экологическая ситуация здесь завершилась. Завершилась необычная мэрская суббота в таком же необычном саду-огороде, который тоже разбил на своем участке пенсионер Уланов. Как пример того, что можно сделать своими руками, если только захотеть. Людмила Чекал, Владимир Ильин. Наши новости.